Я приветствую вас, друзья, на телеканале «Импакт». До программы «Влияние» спасибо, что вы с нами. Знаю, что вы будете благословенны, потому что у нас благословенные специальные гости. Моим собеседником сегодня будет Алексей Павлович Руденький. Алексей Павлович, приветствую вас. Приветствую. Приветствую. Херебы здесь. Это у вас дебют, кстати, впервые. Впервые, да. В рамках влияния. Да. Велком бэк. Алексей Павлович, вы несете служение старшего пастыря в России, город знаменитый Волгоград. Церковь называется «Благодать Иисуса Христа». Да. Кроме этого, вы несете служение епископа федерального региона, это церковь христиан веры евангельской. Также, в свою очередь, являюсь заместителем Гробовенко, известного епископа из России, начальствующего епископа по линии душепопечительства. Да. Это моё служение. Но это частично только. Также вы на телевидении, на телевидении, так сказать, не новичок, на христианском телевидении также. И в рамках наших отношений, которые мы будем строить, мы будем смотреть возможности с тем, чтобы ваши программы были также в рамках канала «Импакт». Ну а сегодня welcome, welcome в солнечную Калифорнию. Спасибо, спасибо, спасибо. Итак, Россия стоит. Ну да, с Божьей помощью, да. С Божьей помощью. С Божьей помощью. Церкви растут, умножаются. Несмотря на перепитие, несмотря ни на что? Ну, определенные, как бы, трудности с законом мировой, как бы, они есть в регионах, местах. Но это на те церкви, которые зарегистрированы, те церкви, которые уже давно работают, это никак не влияет. Влияет на тех, кто нигде. То есть, как бы, и их немножко дисциплинирует, чтобы они были в какой-то структуре. Поэтому мы как делали работу Божью, то есть, как евангизируем, так и евангизируем. Сейчас даже еще лучше, потому что, если у тебя есть разрешение о церкви, то ты можешь в любом месте, где ты хочешь, даже в администрацию прийти и проповедовать Евангелие, тебе никто ничего не скажет. У вас немалая церковь. И не так много в церкви, я так понимаю, потому что это Россия. Кстати, Волгоград, это город Герой, еще, по-моему. Ну да. Так вот, немало, наверное, процентов 90, если не 99, это россияне. Но вы украинец. Как вам уживается? Тем более в условиях того, что, ну, скажем, открыто говоря, происходит сегодня между двумя странами. Ну, как уживается? Дело в том, что когда мы изначально поехали в Россию, то я поехал туда на год. А когда появилась церковь, там было первый год где-то человек, наверное, до 30. И потом уже я не мог бросить. Поэтому остался уже там как раз на 26 лет. 26 лет. Да. Уживается как? Ну, наша задача проповедовать Евангелие. То есть приводить людей ко Христу. Это основная наша цель. Что касается отношений, ну... То есть россияне смотрят на вас, они не видят в вас украинцы. Они видят в вас духовного наставника и лидера. Я так понимаю. Ну, они знают, что я украинец. Но суть заключается в том, что мы же не проповедуем какую-то национальность. И не по плоти воинству. Да, и не по плоти воинству. То есть мы же граждане небес. То есть акцент делаем вот на этом. Потому что когда мы... Библия говорит, что Бог из всех народов сделал себе особенный народ. Ревность. Из всех народов собрал. Когда Бог выбрал Авраама, Авраамом, то он вел его к тому, чтобы у него был народ. И потом после того, как Бог выбрал Авраама, то есть он избрал народ, израильский народ. Поэтому сегодня многие обвиняют и говорят, что это евреи. Но они не понимают, что это был выбор на Аврааме и цель Божья, чтобы был народ. Сегодня, когда мы переходим к Новому Завету, то цель Бога, чтобы был у него народ. И Библия говорит, что из всех народов племен. То есть нам нужно понимать, что мы народ особенный, ревностный, выбранный к добрым делам Богом. То есть не просто. То есть мы граждане неба. Небожители. Небожители, да. Ноги, я говорю так, ноги шуршат по земле, но голова наша уже в небе. Поэтому наша задача, то есть являть Христа, проповедовать Христа. А всякая политизация, она не ведет к добру, я так понимаю. Нет, конечно, это же не наша цель. Христос был на земле во время оккупации, то есть Иерусалим был под Римлянами. Но он не сделал ни одного политического заявления. Ни одного. Точно. То есть он был там, и, конечно, все хотели, чтобы он это делал. Понимаете? И сегодня проблема многих пасторов и служителей, что они делают эти политические заявления. Но суть заключается в том, что нам надо иметь глубокие отношения со Христом. Например, Даниил поменял троих царей. Политика разная. А он оставался тем, что он знал Господа, он не переставал молиться и иметь глубокие отношения с Богом. Это наша задача и цель. То есть оставлять этот мир. Потому что политика, она меняется в зависимости от разных ситуаций и обстоятельств. Конечно. Но Бог не зыблем. И действительно, Бог имеет своих людей, свою церковь. Конечно. Бог не смотрит на территорию. Бог смотрит на церковь. Вот Иосиф. Иосиф был в Египте. И был фараон, который знал Иосифа. Но наступило время. Точно. Когда фараон уже не знал Иосифа. То есть точно так же сегодня. Есть моменты, где Бог позволяет нам, и Он приближает нас. И, например, к политикам, где они нас знают. Меняются политики, приходят другие, которые не знают. Но нам не надо обращаться тем, что если нас политики знают, то мы уже там... Нет. Нам нужно, чтобы нас знал Бог. Нас могут политики знать, но Бог может нас не знать. Это хуже намного. Вот что интересно, что я всегда так говорю, потому что Писание говорит, что Он не стыдился называть себя их Богом. И у меня иногда возникает вопрос, а Бог сегодня стыдится тебя или нет? Вот этот момент очень такой важный. А там написано, почему Он не стыдился. Потому что они искали лучшего. То есть небесного. Лучшего, да. А что в нашем понимании лучше? Когда сегодня задаешь вопрос, что в твоем понимании лучше? И, конечно, лучшая машина, лучший дом, лучшая там одежда. А Писание говорит, что они искали небесного. Хотя Авраам имел возможность построить город. У него были и деньги, у него были и слуги. Он имел эту возможность. И ресурс, я сегодня говорю, дай кому-то деньги, и ты посмотришь, что в сердце у него лучше. Да. На что он их потратит. Поэтому это говорит о том, какое сердце наше. Прекрасно. Алексей Павлович, мы поговорим сегодня относительно преемственности. Или так скажем, наверное, будет правильно сформулировать, насколько важна преемственность. Вот если мы говорим о христианских семьях, если мы говорим о том, что мы обязаны и должны передать последующему поколению. Как мы говорим, его популярно сейчас называть поколение Google. Поколение Google. Оно сейчас стало таким образом трендом. Поколение Google, то есть молодежь. Насколько важно передать то, что Бог нам передал, что некогда наши отцы нам передали. И насколько это на злобу дня. Ну, я думаю, что это очень актуальный вопрос, который сегодня стоит перед церковью, перед нами, как родителями. Переслужителями. Потому что, когда мы читаем Псалом 77, там Бог говорит, что мы должны передать грядущему поколению. Три вещи, которые Бог хочет, чтобы мы передали. Первое, что Бог хочет, чтобы мы передали, это славу Господнюю. Второе, это силу Господнюю. И третье, это чудеса Его. В нашем понимании, то есть и родители большей части заботятся о том, что передать какое-то наследие, передать там деньги, передать там дом, квартиру. А Бог требует, и Бог хочет, чтобы мы передавали следующему поколению, это слава Божья. Слава Божья, это... Я как-то размышлял над этим. И Писание говорит, что тех, которых Он избрал, тех и оправдал. А которых Он оправдал, тех и прославит. И вот у меня иногда возникает вопрос, а прославляет ли Тебя Господь ныне? Однажды Господь к Иисусу Навину, Он сказал, с этого дня Я начну прославлять Тебя. Каким образом Господь прославлял Иисуса Навина? Там очень четко написано, что Бог говорит, как Я был с Моисеем, так и буду с Тобою. Вот прославление Иисуса Навина. То есть, Я буду с Тобою. Проблема сегодня, что многие говорят, Господь со мной. А на самом деле, ты не видишь, что там есть Божье присутствие, там есть Божья мудрость, там есть Божья слава. То есть, не видишь в жизни этих людей. А Бог говорит, Я буду с Тобою, как Я был с Моисеем. Вот в чем прославление. Или, допустим, когда мы читаем о Давиде, да, что боялся Саул Давида. То есть, царь боится своего слугу. Почему? Потому что он видит, что Господь с ним. Или, когда пришли к Аврааму, пришел военачальник, и царь пришел, и говорит, мы видим, что Господь с тобой, так же к Исааку пришли. И там подчеркивается, там такое слово есть, явно видим, что Господь с тобой, заключи с нами завет. То есть, люди должны видеть в нас Бога. Наши дети должны видеть в нас Бога. Окружающий мир должен видеть в нас Бога. То есть, если этого не видно внутри, то есть, мы только создаем имидж или вид, только внешность, а внутренность, она не наполнена Богом. То в этом есть проблема. Потому что, если у человека есть боль внутри сердца, то он боль эту передает. Хочет ли он этого, не хочет ли он этого, он эту боль передает другим. Дело в том, что в рамках той страны, где мы живем, проживаем на нашем континенте, был такой тренд, как мы говорим, очень популярный. Когда мы приехали вот сюда почти 30 лет назад, имя Бога не произносили в Суе практически нигде. Я был один из первых на этой территории, один из. И вспоминая в рамках нашей беседы, имя Бога никто никогда не произносил в Суе. Такого я не помню. Как-то было более бережно такое отношение. Потом пошло-поехало. И уже имя Бога вот направо и налево, и где надо, где не надо, и во всяких междометиях, и даже, к стыду, в ругательных междометиях применяют имя Бога. И оно уже пошло настолько, что и вот наступил такой момент, мы видим, что потеряно вот это вот, как вы говорите, вот то, что должно связывать нас, по большому счету, это же наш Творец, это же Бог. Дружба, из которого мы должны настолько дорожить, потому что Он-то дал нам эти возможности дружить с Ним, знать Его, любить Его. И вот этот тренд, ярко это, особенно последняя декада, она очень ярко показала, что это уже как разменной монетой мы разбрасываемся некогда таким близким, таким трепетным и святым. То, что имело место и имеет место в наших родителях, ну, так скажем, в старшем поколении. Поэтому то, о чем вы говорите, что все-таки понимание, осознание, мысль и откровение того, что Бог меня лично знает, и я лично знаю Бога, оно нас, как христиан, рожденных свыше, евангельских христиан, не просто христиан. Я всегда, Алексей Павлович, начал в последние годы делать поправку, имея на это основание. Я не называю себя христианином, я давно перестал себя называть христианином. Я обязательно добавляю в беседах, что я евангельский христианин. Я летаю много. И сижу где-нибудь в самолете, и там слово за слово, там чем занимаешься, то другое, обязательно стараюсь где-то вставить, даже не в тему, но стараюсь все-таки приблизить человека. И я добавляю, что евангельский христианин. И как только вы добавляете, что вы evangelical Christian, вы добавляете это магическое, в кавычках, слово evangelical. Лица некоторых вытягиваются, некоторых меняются, некоторых... То есть настолько по-разному реагируют, потому что evangelical, у них это чуть ли не стало именем нарицательным. Это что-то такое. А, ты чуть ли не террорист. Так ты evangelical Christian. Ты придерживаешься. А, так ты держишься того, что здесь насмешкой. Поэтому вот передать вот это здравое, о чем вы говорите, о чем в рамках нашей беседы, передать последующему поколению вот такое понимание, вот такое знание, разумение вот такого Бога, ни чуждого, ни левого, ни кривого Бога. Вот, как мы говорили, имя которого применяют вот так, направо, налево, туды, сюды. Но, но вот такого Бога, особого Бога и особое отношение к Богу, вот когда мы научимся передавать, ну, мы... Я извиняюсь, во-первых, во-первых, когда Петр и Иоанн, они идут в храм, да, и они встречают вот этого человека, который сидит возле храма, хромой, расслабленный, вот, все, что они говорят, все, что мы имеем... То даем. То даем. Проблема сегодня многих, что они не заботятся о том, что вы имеете. Во-первых, нужно иметь глубокие отношения с Богом. Только тогда, когда ты имеешь эти отношения с Богом, ты можешь передать их. Когда ты имеешь силу Духа Святого, да, потому что там сказано, что славу Господнюю, а дальше силу Духа Святого, то есть силу передать. Силу передать – это значит измененная, преобразованная жизнь Христом. Проблема сегодня в том, что христиане становятся лояльными. И относятся вот так. Я очень часто как бы слышу, да, он же добрый, она хорошая. И я иногда говорю так, что когда Петр пришел к Корнилию, то характеристика Корнилия была, что он был богобоязненный, он был богобоязненный, много творил милостыни, молился со всем домом. То есть он был хорошим отцом. Но при всем этом он был не рожден свыше. И проблема многих христиан, что они говорят, он, она хорошая. Я говорю, а что с того, что он или она хорошая, если они идут в ад? Если Бога не знают. Разве коммунисты плохие были? Ряд из коммунистов были очень хорошими. Сегодня много людей добрых есть и хороших, но суть заключается в том, вопрос, рождены ли они свыше. Что такое рождение свыше? Я многим задаю вопрос, что такое рождение свыше. Суть заключается в том, что я вырастал в семье верующих, я в третьем поколении сейчас пастор, но я когда вырастал, подростком был, да, родители мои, они знали Господа, боялись. Дедушка мой, это пример или образец для моего подражания, вот. Но суть заключается в том, что когда я вырастал, я много слышал и много знал о Боге. Но я лично не знал Бога. И моя проблема была в том, что когда ты слышишь о Боге и тебе запрещают, то в 17 лет я ушел из дома, в город уехал, и я мечтал тем, что я уеду, то есть и буду жить, как я хочу. Конечно, я ошибался, потому что мои родители молились обо мне, и в 17 лет я заболел очень сильно. Вот, и когда я заболел, то есть мне должны были сделать операцию, отрезать часть желудка, но я обратился к Богу и сказал, Господь, если ты есть, исцели меня. Меня Господь тогда исцелил, вот, в 17 лет. И это было мое рождение свыше. Потому что рождение свыше, что дает нам рождение свыше? Рождение свыше, оно приносит нам откровение, то есть мы имеем откровение. Рождение свыше, Писание говорит, что соединяясь с Господом, есть один дух с ним. Если человек не рожден свыше, то он может иметь знания, но эти знания, они не будут давать ему силы жить по бедной жизни, у него не будет радости, у него не будет счастья. То есть, а рождение свыше, оно дает нам откровение. Теперь вот смотрите, что отличает нас от людей, рожденных свыше, которые в церкви, и нерожденные, которые на улице, да, или живут рядом. А есть, кстати, по теме, есть ли в церкви тоже нерожденные свыше? Много, очень много. Потому что вы сделали пометку, что те, которые вне. Ну, я сделал пометку, почему? Потому что я хочу показать, вот, например, смотрите, мы имеем откровение, да, о церкви, да? Вот откровение о церкви. Что такое церковь? Это вот, ну, в России это больше, как бы, отмечается не здесь. Вот, и многие верующие люди, которые приглашают неверующих людей, говорят, пойдем с нами в нашу церковь. И когда они ведут этих людей, у этих людей есть понимание церкви. Это здание, это храм, купола, свечи. И когда они приходят и смотрят что-то другое, то есть у них сразу это секта, потому что у них нет откровения о церкви. А у нас откровение о церкви, где двое или трое. Вот мы двое сейчас, и мы церковь, двое или трое, собранные во имя его, это мы церковь уже. То есть вот что дает нам рождение свыше. И поэтому сегодня, когда мы говорим с неверующими людьми, да, они многие не понимают нас, потому что, во-первых, мы говорим библейским языком, во-вторых, мы очень много говорим из откровений, которые мы имеем, потому что мы соединены с Богом. А воспринимать эти откровения в полноте может только тот человек, кто рожден свыше. Это, к слову, пришлось, радостно взыграл младенец в очреве, когда встретилась Мария с Елизаветой, потому что младенец радостно будет играть в очреве, только родственное, только близкое, только знающее друг друга. А младенец радостно не взыграет. Почему не играет? Почему, я помню, мы тоже ходили, открывая служение в церковь однажды, в Магадане в свое время, улетели из Сиатла на несколько месяцев. И ходим по улицам, ходим по улицам. И на одном из перекрестков останавливает меня один немолодой, но такой в возрасте уже человек, а мы тоже везде были на телевидении, и везде нас уже знали, потому что ежедневно, в прямом эфире, каждый день на телевидении. И он останавливает и говорит, если бы Бог был, наш президент заявил бы об этом, заявил бы, во все услышали, что вы там... И ты чувствуешь, что младенец радостно не играет. Он из другого мира. Я из другого мира. Я говорю, а так вы не верите в Бога? А он говорит, как не верю? Я православный. То есть вот такой каламбур, и вроде здравый человек передо мной стоит, и президент бы заявил по телевидению России, что Бог есть, если бы Бог был. А я говорю, так вы не верите? Нет, говорит, я православный. То есть вот такая абракадабра в головах людей. Почему? Потому что действительно откровение от церкви, это стержень нашего вероисповедания. Ну, это откровение о молитве, откровение о слове Божьей, откровение о Евхаристии, о причастии. И поэтому я говорю так, что сегодня многие христиане, они не имеют такой характеристики, которую имел Корнилий. Находясь в церкви. И поэтому, когда я слышу, как родители говорят, лишь бы он был хороший, мой сын или моя дочь. Не, не. Вопрос в том, рожден ли он свыше, знает ли он Господа. Алексей Павлович, вот в тему. Не так давно я встретил одного из наших бывших односельчан, где мы проживали. И обычно, если его не видишь 10-15 лет, спрашиваешь, как дети, как внуки там, если есть, как семья. Он говорит, хорошо, слава Богу. Я говорю, дети служат Господу. Он говорит, да, в основном. Говорю, ну, слава Богу. Говорю, поженил детей, замуж выдал, прочее, прочее. Вот. И я задаю вопрос. Задаю вопрос. Взять. Американец служит Богу? Да он неплохой. Я говорю, назвал его по имени, не буду говорить, дабы, вот, это не с тем, чтобы опустить человека, или показать себя в лучшем свете, но с тем, что, констатация фактов. Он говорит, да он, я говорю, какую церковь они ходят? Ну, так, ну, простой вопрос. Ну, да, ну, да. Так, естественная беседа. Для нас верующих. Мы знаем, тем более знаем церковь. Ты знаешь, он не ходит в церковь. Я говорю, так, он не христианин? Да он не христианин, но он тоже хороший. Я говорю, я не о том спрашиваю. Я говорю, так он не служит Богу. Но он очень хороший. То есть, это то, о чем вы говорите. Он может быть прекрасным, хорошим, но Бога не знает. Но при том, он идет в ад. Это самое страшное, когда люди обольщаются. И поэтому, например, когда у меня произошло рождение свыше, я уже сам лично начал знать Господа, то ситуация в моей жизни поменялась. Поэтому все, что нужно родителям сегодня, вот, чтобы молиться о том, чтобы дети были рождены свыше. Так вот, и вот мой следующий вопрос к вам. Вот то, о чем мы говорим, о близких, глубоких, серьезных взаимоотношениях с Богом, родительских, если они имеются, как передать их в плоскость отношения с детьми? Ну, смотрите, вот, что происходит? Я наблюдаю, что происходит. Вот однажды Иофор приходит к Моисею. Они вышли из Египта, он приходит, и они радуются там. И потом, на следующий день, Моисей начинает судить израильский народ. И он судит, стоит перед ними, Иофор дает ему совет. Вот, не делай так, потому что ты устанешь, а сделай структуру. И он говорит, сделай поставки, тысячу начальники, сто начальников. И Моисей слушается и делает структуру. Но уже в левитах он приходит к Богу и жалуется, говорит, Бог, я устал, я не могу нести времени этого народа. И что делает Бог? Бог говорит, возьми 70 старейшин. И он берет этих 70 старейшин, приводит их к скини, и Бог берет от Духа Моисея и передает этим 70 старейшин. Так написано, да. И я задавался вопросом, почему Бог не взял от своего Духа? Разве Бог не мог дать от своего Духа? Он берет от Духа Моисея. Что-то было в Моисея, то, что заслужило внимание Бога. Теперь смотрите, я вижу вот как. Первый случай Иофор передал знания, он передал структуру. Во втором случае Бог берет то, что какое состояние в Моисея, он передает это состояние этим 70 старейшинам, потому что Моисей устал от того, как они судили. Они судили корыстно, превратно. То есть их сердце было неправильнее. Хотя знания имели. Знания имели. И теперь что Бог делает? Он передал состояние. А какое было состояние Моисея? Когда Бог снизошел и увидел, что они сделали этого тельца, Бог говорит, я уничтожу их. А от тебя произведу народ. Если бы Господь сегодня кому-то из пастырей пришел, так и сказал, слушай, от тебя я сделаю великое пробуждение во всем мире. А сверх остальных я уничтожу. Наверное, кто-то сказал, наконец-то дождался. А Моисей говорит, не, не, если ты уничтожишь их, то вычеркни меня из книги жизни, в которую ты писал. Из книги, в которую ты писал, написал. И поэтому Бог передает состояние. В этом мире передает сознание. А Бог заинтересован в передаче состояния. Вот даже, вот когда Иисус был на земле, Он сказал, что лучше, чтобы я ушел от вас. Потому что, если я не уйду, Дух Святой не придет. Утешитель не придет. А если я пойду, то я пошлю его к вам. Что это значит? Потому что все время люди задавались вопросом, Бог какой ты, какой ты, покажи нам, яви себя. И Бог нигде не открылся, не явился вот таким образом, чтобы люди сказали, вот так выглядит Бог, или вот так выглядит Бог. Потому что каждый имел бы свое восприятие. Но что Иисус сказал? Дух Святой и зальется. А теперь смотрите, Библия говорит, Бог есть любовь. Бог есть любовь. И следующее, что любовь Божья излилась в сердца наших Духом Святым, данным нам. То есть, Бог излился. То есть, Он не передал нам свое знание, Он дал нам вкусить себя, потому что Писание говорит, вкусите, видите, как благ Господь. То есть, Он дал нам вкусить себя. И теперь смотрите, когда Дух Святой излился, Писание говорит, что Царство Божие уже внутри вас. Что это такое? Это не пища и питье. Это состояние. Это состояние. Это состояние праведности, это состояние радости, это состояние мира. Вот это то, как Бог сделал. Теперь смотрите, что происходит. В этом мире люди передают знания. Я иногда задаюсь вопросом преподавателей. Учат о бизнесе, как преуспевать, как развивать бизнес, как иметь успех. Но в то же самое время они живут на зарплату преподавателей. Но не только преподаватели. Пастыря, так сказать, свободных церквей позволяют себе то же самое. Почему? Потому что люди сегодня не заботятся о внутреннем состоянии. Вот, например, ребенок, да? Ребенок дома его учат вести себя хорошо, поступать, жить хорошо. Он выходит в школу там, в институт, там тоже учат его. Но вопрос задаем, а почему ребенок стал таким? Он выходит на улицу и перенимает состояние улицы. Совершенно верно. То есть атмосфера, она определяет, она определяет ключевую роль и в семье, и на улице, и везде. Да, да. Вот интересный случай у меня был, я расскажу, потому что мы меньше заботимся сегодня о передаче состояния, мы больше заботимся о передаче знаний. И у меня был такой случай в 90-е годы, когда начал церковь, и помню, мы провели одну большую евангелизацию, и пришло много людей, и я пришел в служение, и мне нужно было выходить проповедовать, я вышел проповедовать, и появилась там в зале женщина-одержимая. Она начала кричать, и она сорвала все собрание. И я попросил, говорю, уведите ее, мы будем за нее молиться, там в другую комнату. И мы увели, и в этот день мы молились до двух часов ночи, и ничего не произошло. Мы устали, вымучены, и поехали домой. На следующее воскресенье я ехал на собрание с одной мыслью, лишь бы ее не было. Когда я приехал, я зашел на служение, вот, и началось служение, и снова, когда я вышел проповедовать, она сидела на четвертом ряду, и снова она начала кричать, то есть бесы появились в ней. И я помню, у меня два африканца, такие студенты были, они такие горячие молитвы, они любят молиться. Они ее сразу же взяли туда, в ту комнату, где мы молились, повели, и я братьям сказал, вы проводите собрание, мы пойдем дальше молиться. Я вот захожу туда, после того, как они уже ее увели, я захожу туда, вижу такую картину. Она стоит на коленях, один ее держит, а у второго вот такая Библия большая, и он в этой Библии бьет ее по голове. Я думаю, ну сейчас убьет ее. Реально. Я уже даже не пошел туда, и когда увидел эту картину, знаете, я просто упал вот на колени, на пол упал, даже вот просто просерся вот так на пол и сказал, Бог, я не понимаю, ты сказал, что ты дашь нам силу и власть изгонять бесов, а ничего не происходит. И Господь тогда проговорил мне, сказал, я тебе дал силу и власть. Я получил вот это слово, вот это вот как раз в свой внутренний человек. И я встал и сказал, именем Иисуса Христа, без нечестивого, и из нее. Он закричал, ты надо поститься, молиться, чтобы я вышел. Я сделал это три раза, и она освободилась. И вот эта картина мне сегодня напоминает, что родители бьют Библиями по голове детей. Мужья бьют жен Библиями по голове. То есть они требуют, а ты должна быть такой, вот Библия говорит так. Понимаете, а Писание говорит, что мы должны передавать незнание. Люди сами сегодня знают, что они согрешили. Но им нужен выход. Люди знают сегодня сами, как поступать, но у них нет силы, как поступать. То есть, другим словом, Алексей Павлович, то, что Бог больше заинтересован, чтобы мы были тем, кем Он хочет нас видеть, в рамках Его слова, оставленного для нас, чем то, что мы делаем для Него. Конечно. А затем то, что мы должны делать для Него, является результатом того, кем мы есть. Но не наоборот. И мы стараемся что-то делать, 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 с тем, чтобы, может, это то, что я делаю, 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 оно приведет меня в конечном итоге в состояние. Но оно должно действовать совершенно наоборот. Это то, что Иисус говорил фарисеям. Что вы внешне с чашей. Совершенно верно. Вы чистите. А что внутри? И может, в рамках нашей беседы, в рамках, если бы мы показывали следующему поколению вот это вот состояние, вместо того, чтобы тыкать пальцем, укорять, требовать, обличать, требовать, наказывать, поставить. Если бы мы были действительно теми, кеми Бог нас хочет видеть, тогда не надо было много наставлений. А дело в том, что, знаете, ребенок, сын и дочь, они всегда чувствуют отца, мам. Как, например, мы не должны быть, что на сцене или на людях мы одни, а дома мы другие. Понимаете, проблема сегодня христианства в том, что люди как раз не заботятся о своем внутреннем состоянии. Что они делают? Вместо того, чтобы менять это внутреннее состояние, это я говорю смотрите, об израильском народе, да, израильский народ. Когда они вышли из Египта, и Бог явился, Моисею призвал его, и он спускается с горы, на нем сияние. Я задаюсь вопросом, для чего Бог дал вот это вот сияние? Наверное, не для того, чтобы они ослепли. Если Бог дал нам солнце, наверное, не для того, чтобы мы... И когда он спустился, вот это сияние на лице, они сразу быстренько делают покрывал, накрывают его лицо. Для чего? Почему они так сделали? Очень интересно. Это в первой книге царств, в восьмой главе, там написано, что Бог говорит Самуилу, что с того дня, как они вышли из Египта, они не переставали служить и поклоняться идолам. Значит, что произошло? Слава Божия на Моисея, он сходит, его лицо сияет, они смотрят на лицо, вот эта слава Божия, она обличает их. И перед ним и выбор, или меняться внутри, или надеть покрывало. Они выбрали очень простой способ, надеть покрывало, но не меняться внутри. Я представляю состояние, частично могу представить состояние Моисея, когда он увидел, что лицо перестает сиять. А суть еще заключается, там 20 стих, очень интересно, что они говорят, и мы будем, как прочие народы. А Бог их призвал не быть, как прочие народы, а Бог сказал им, что вы будете славнее, то есть слава Божия будет на вас. Они говорят, мы будем, как прочие народы, то есть они говорят, мы не хотим славы Божьей, мы хотим быть, как все. Сегодня я тоже спрашиваю, допустим, молодого парня, ну ты, наверное, на работе работаешь лучше, не как все остальные, ну ты же, а он говорит, а зачем мне это надо, я не хочу выделяться, не хочу быть белой вороной. То есть люди сами говорят, мы не хотим славы Божьей. Но суть заключается в том, как бы мы не прятали свое внутреннее состояние, оно проявляется. У меня был такой случай, мы ехали с одним братом из церкви, у меня машина сломалась, мы ехали в его автомобиле, и так случилось, что мы немножко заговорились, и он расстояние до первого автомобиля так приблизился чуть-чуть, на светофоре тот резко тормознул, и мы так ударили сзади. И когда вот это произошла авария, и вот этот мой брат как заматерится, а потом смотрит на меня, пастор рядом, ему так неудобно, он говорит, ой, пастор, прости, прости. Я ему говорю, слушай, а это живет в тебе, живет в тебе, ты можешь вести себя хорошо, когда хорошо, но это живет в тебе, оно выходит наружу. Когда оно выходит наружу? Когда прессинг приходит, когда трудности приходят, когда финансовые трудности приходят, когда трудности в семье приходят, что выходит из тебя? Люди начинают роптать, быть недовольным, люди начинают говорить что угодно. И не только. И кто-то начинает материться. А если мы, скажем, в рамках церкви, если наступили на больной мозоль, если нас обличили, Сразу проявляемо то, кто я есть. Ну, это вопрос посвящения. Я очень часто говорю об этом, потому что Руф была посвящена на имени до смерти. И я спрашиваю, цена твоего посвящения, если цена посвящения твоего не смерть. Но что касается Руфи, что Бог сказал, что мавитянин и амонитянин не войдут в общество Господне. Но Руф, она была мавитянка. Почему она вошла в общество Господне? Не только она вошла в родословную Иисуса из-за своего посвящения. Она была посвящена человеку, она была посвящена на имени. И Бог, видя ее посвящение, позволил ей войти в общество Господне. Из-за посвящения. Потому что ее посвящение было до смерти. И я иногда говорю, если бы вам пастор сказал, слушай, ты ничего не стоишь, ничего не можешь, ничего не значишь, то многих бы в церкви давно не было. А тут сам Бог говорит, не войдет в общество Господне? То есть, представляете? Если чужой человек скажет, ну ладно, кто ты такой, что ты мне говоришь. А если близкий, то будет больно сердце. А я говорю, а если пастор скажет? А тут сам Бог сказал, не войдет. Понимаете? То есть, это вопрос сегодня посвящения. Насколько мы сегодня посвящены действительности, чтобы понимать свое предназначение и определение. И двигаться в этом. Если ты понимаешь свое предназначение и определение. Если ты понимаешь, что Бог сотворил тебя, и нет подобного тебе на этой земле. То есть, ты оригинал, а не копия. И твое предназначение исполнит свое предназначение. То, для чего ты родился, то тебя никто и ничто не остановит. То есть, это вопрос сегодня вот такой. Друзья, мы встречаемся с Алексеем Павловичем Руденький. Это старший пастор церкви Благодати Иисуса Христа, Россия, город Волгоград. Что не видят у нас молодое поколение, что может не видеть у нас то, мы чуть говорили об этом, но вот я бы хотел заострить все-таки акценты поставить, что препятствует им, препятствует молодому человеку, глядя, вот как чадо, глядя на своего родителя, отца или мать, препятствует ему все-таки войти в Царство Божие. Ну, двойная жизнь, это само собой. Дабл лайф, мы говорим. Двойная жизнь. В церкви один, за кафедрой другой, дома третий. То есть, такое раздвоение личности. Это явно. Но, по большому счету, наверное, в подавляющем большинстве нашего христианства, евангельского христианства, славянского, оно все-таки, ну, старается, по крайней мере. Но почему так много теряется молодых людей? Ну, что касается двойных стандартов, это как один пастор очень хорошо говорит о своей жене, и так хвалил ее с кафедрой. Она говорит, слушай, дорогой, тут так хорошо, давай, говорит, поставим кровать здесь и будем жить здесь. Поэтому это как бы такой двойные стандарты, это один момент. Второй момент, что я размышлял над этим. Я размышлял над этим. И суть заключается в том, что мы сегодня очень много говорим о служении Богу. И возникает вопрос, в чем оно проявляется. То есть, видят ли наши дети, насколько мы служим Богу. Потому что, смотрите, мы говорим о служении Богу, да? Но большей части, если посмотреть, наше время уходит на то, чтобы обстроить свой быт, чтобы жить хорошо, комфортно, иметь что кушать. Понимаете, и дело Божие становится каким-то неглавным и неважным. Мы об этом много говорим, но очень мало делаем. Вот вспоминая своих родителей, наверное, вы тоже своих, это же, это было совершенно другие измерения у них. Совершенно. Но их ничто не останавливало. Я помню, отца штрафовали за то, что мы были в церкви, и в одно воскресенье его штрафовали, а в следующее воскресенье он снова брал нас и шел. Например, мы жили два километра от деревни, да? В Тернополе. В Тернополе мы жили в Иванковце, на хуторе мы жили. До села было два километра. И мои родители не пропустили ни одного служения. И они не оставляли нас. Никогда. То есть они все время брали нас с собой. И у нас не было детских каких-то служений. Мы сидели с родителями, и мы должны были сидеть спокойно. Сегодня, когда придешь в церковь, смотришь, а маленький ребенок, там ему три годика, четыре, и он уже не усидит, и родители бегают вокруг него. То есть все. Ну, вы знаете, Алексей Павлович, мои родители такими и остались. Вот один из моих братьев однажды пожелал, родители уже в преклонном возрасте, хотя, глядя на мою маму, скажут, что ей под 40 где-то, а не 80 с большим, да. Так вот, вывезти пожелал их где-то на океан. Говорит, ну, посидим у океана, подышим воздухом. Отца реакция, а это, кстати, в среду было. У него выходной был у брата в среду, по-моему, и он пожелал вывезти родителей, пожелать, то есть подышать океанским бризом вечерним. Реакция отца была такая, а в среду у них молитвенное собрание в церкви. Его отца реакция, что в среду он пропустит одну среду из десятилетий в Америке, одну среду он пропустит, его реакция, как будто его сын в блуде его толкает. Вот такая реакция. Говорит, я пропущу служение сегодня. Какой океан? Да о чем ты говоришь? То есть, и я так, глядя на со стороны вот этот момент, я думаю, слушай, вот это христианство. Ну, это ценности, это ценности, которые сегодня подняты вот в том поколении, где, вот я говорю о своем дедушке, о своем отце. Проблема сегодня вот в чем. Когда Илья пришел на гору, кормил, первое, что он сделал, восстановил жертвенник. Потому что, когда жертвенник разрушается, происходит засуха в жизни людей. Да, да. Происходит засуха. Засуха произошла в Израиле, потому что жертвенник разрушен. Но жертвенник за один день не разрушается. Что-то появляется приоритетным в жизни людей. И они потихоньку начинают смотреть в сторону. И жертвенник, он не становится той ценностью, той важностью для них. И дорога к жертвеннику, она не зарастает за один день. Когда у людей что-то появляется другое. Вот Писание говорит, что блажен человек, которого в сердце стези направлены к тебе. Потому что там написано, он, проходя долину плача, открывает мне источники, и долина плача покрывается благословением. Если в сердце человека стези направлены к чему-то другому, то это вопрос времени. Это вопрос времени. Через какое-то время он там и окажется. Это то, что мы говорим. Знаете, если Господь не стал той ценностью, если наш дух не соединен с ним, если мы не живем его откровениями, его словом, если мы не почитаем его, или не боимся его, как Иосиф в свое время. Знаете, он не сказал, я боюсь твоего господина. Нет, он сказал, я боюсь Бога. То есть, что это значит? Он дает себе отчет и ответственность, что Бог, Он везде, Он все время со мной. Вот, например, смотрите, я как-то проповедовал на одну тему, интересную тему, наше отношение к Божьему присутствию. Вот отношение. Вот ковчег Господень, да? В нем Божье присутствие. Я не буду говорить, но только возьму. Вот возвращается ковчег Господень, которого филистимляне забрали, он возвращается к Израилю. И написано, что возвратился ковчег Господень, они взяли его и принесли его, поставили в дом Аминадава. И Писание говорит, что 20 лет ковчег Господень находится в доме Аминадава. И мы ничего не слышим о доме Аминадава. Давид приходит в дом Аминадава, забирает ковчег Господень, и мы знаем, что Оза прикасается по дороге, то есть они оставляют ковчег Господень в доме Авиадара. Написано, 3 месяца ковчег Господень в доме Авиадара. И благословил Господь дом Авиадара из-за ковчега Господня. Вот первый случай и второй случай. Какая разница? Там 20 лет, а здесь 3 месяца. И Бог благословил дом Авиадара из-за ковчега Господня. Там же ковчег Господень, и здесь ковчег Господень. Почему этот не благословлен, а этот благословлен? Это интересная мысль. В чем разница? Знаете, в чем разница? По отношению к Божьему присутствию. По отношению к ковчегу. Когда принесли в дом Аминадава, написано, что взяли сына его и поставили. То есть, когда для тебя что-то не ценное, и не важно, то ты позволяешь кому-то. Вот для самого Аминадава ему было все равно, что это даже целое сокровище пришло к тебе. Поэтому, сынок, присмотри. А когда ковчег пришел в дом Авиадара, когда Авиадар, переводится он такой домашний, который никогда не выезжает, любит свой дом, но когда потом Давид забирает ковчег Господень, там написано, что Авиадар и все братья его стали привратниками. Они последовали за ковчегом Господнем и стали привратниками при ковчеге Господнем, то есть, у Давида. Последствий. То есть, оставил свой дом. То есть, вот что значит. Для него это стало ценным, главным и важным. Вот это как раз, мы говорим сегодня о состоянии. Вот когда я вкусил вкус шоколада, одного вида шоколада, такого, ну, специфического есть в Америке, меня постоянно тянет к этому шоколаду. И вот захожу в машину, я не балуюсь, то есть, я не позволяю себе баловство в этой области, дабы форму выдерживать свою. И это, потому что плод не пользует немало, мы же знаем. Но, когда вот я захожу в магазин, глазами сразу в этой секции, они сразу находят тот шоколад, который я полюбил много лет назад. То есть, это к чему? Это к тому, что если ты знаешь вкус, если ты знаешь вкус присутствия, то есть, и ты знаешь, что это реально, потому что есть заменитель присутствия. Есть маргарина, есть масло, есть пластмасса, есть реальное стекло. То есть, есть штучное, а есть органик, как мы говорим, да? Поэтому, если вот ты вкусил, как мы говорили, по-моему, до эфира, вкусите и увидите, как благ Господь. Наверное, вот, по большому счету, большая трагедия современного человека, что притупляется, вот, вкус, жажда, стремление, желание, то есть, вот этот страсть, ну, называть такое слово, страсть по Богу, оно теряется, и когда молодые люди, следующее поколение, все, что они видят, к сожалению, это фейсбуки, это гаджеты, это айфоны и прочее, прочее, не умаляя этих технологий, но, тем не менее, если они не видят вот это, вот, этой страсти по Богу, страсти, которая, страсть по Богу, она первых христиан, она вела на смерть, она вела в тюрьмы наших родителей, и бабушек, и дедушек, то есть, она на плаху, секир башка в мусульманских странах, они не отрекаются от Иисуса Христа. Суть заключается в чем? В том, как раз, о чем мы говорим, вот я думаю, смотрите, описание говорит, что исполняйтесь Духа Святого, и вы не будете исполнять в очередной плоти. Сегодня, вот это как раз то, о чем я говорю, что нам нужно заботиться о внутреннем состоянии, нежели воевать. То есть, мы переносим акцент на войну, на битву, вместо того, чтобы заботиться и наполнять себя. Как начать с чистого листа родителям? Как начать с чистого листа? Или старшему поколению? Если видят пагубу в семье? Ну, Павел, мне нравится одно откровение, о котором Павел говорит. Он говорит, что все ваше, служители ваши, и он там говорит, что настоящее и будущее ваше. Там смерть, жизнь ваша, настоящее и будущее ваше. Ну, это откровение, оно очень сильное. Настоящее и будущее. Но, что интересно, там нету прошлого. Прошлое не наше. Вот, например, то, что было полчаса назад, это уже не наше. То есть, мы не можем ничего изменить. А вот настоящее, это наше. Если мы поймем, что наше настоящее, оно влияет на наше будущее, потому что настоящее наше и будущее наше. Не прошлое. Многие люди живут в прошлом. И они винят себя за прошлое. И как раз дьявол, он заинтересован в том, чтобы люди... Держать нас в прошлом. Да, держать нас в прошлом. Или даже я говорю так, вот смотрите, когда Даниил приходит к Валтасару, и он говорит, когда тот взял чаши, сосуда Дома Божия, и он говорит, ты знал это. Он говорит, ты знал это. Что знал Валтасар? Валтасар знал, что нельзя пользоваться этими чашами. Они священы. Они посвящены. Они должны быть в храме. Отделены для Бога. Отделены для Бога. Но он взял, умышленно взял, просто попользовался, запачкал. И я очень часто так думаю сегодня на тем, что дьявол, он берет умышленно, он берет, пачкает, чтобы люди не могли как бы иметь будущее. Но меня благословляет Бог, великий Бог. Когда в Ездре, он обращается к Ездре и говорит, дай сосуды Дома Божия, которые вынес на ухо, на носу из храма. Пусть возвратятся, и пойдут, и станут на свое место. Вот это меня очень сильно трогает. Они запачканы. Они уже попользованы. А Бог говорит, они мои. Пускай они возвращаются, встают на свое место. Знаете, вот многим христианам нужно освободиться от своего прошлого. Понять, что есть настоящее. Как я веду себя в настоящем сейчас? Как я общаюсь? Как я строю отношения? Как я люблю своих детей? Как я служу сегодня? Вот только мое, вот то, как я веду себя, как я мыслю, как я... То есть мое состояние. Мое состояние, да. Как я передаю его другим, оно будет определять мое будущее. Оно определяет мое будущее. Поэтому, если христиане не избавятся от своего прошлого, потому что многие держатся за свое прошлое, оно не изменено. Мне нравится, когда Иисус поговорил с этой женщиной у колодца, да, Писание говорит, что она пошла и начала проповедовать тем, которых стыдилась. Что произошло с ней? Она изменила свою самооценку. И то, о чем мы говорим, когда Павел говорит, что Христос в вас, упование славы. Христос в нас, упование славы. И он там говорит дальше, что я тружусь и подвязаюсь силой Духа Божия, чтобы представить вас совершенными. То есть, о чем он говорит? Я тружусь и подвязаюсь, чтобы вы были изменены. Не языческая природа. Потому что в этой тайне есть великое богатство для язычников там написано. Что это значит? Что вы изменены, стали другими. Закей говорит, кого обидел, воздам вчетверо. Это состояние. Да. В другом месте он говорит, дабы я не стыдился вас, Павел говорит, а вы не стыдились меня. Например, чтобы я как пастор, когда кто-то подходит и спрашивает, говорит, слушай, а этот брат из твоей церкви? И ты не знаешь, чего ожидать. То есть признаваться или говорить, или нет. Плюс или минус. А он говорит, дабы я не стыдился вас. Знаете, чтобы сегодня не было стыда. Чтобы мы были такими, как мы есть. Вот то, что есть внутри нас. Вот это богатство славы Божьей. Вот это тайна Христова. Христос в нас. То есть слава Божья во мне. Сила Духа Святого. И следующее, чтобы дети наши видели чудеса, которые происходят в нашей жизни. Когда бог приходит к Гедеону, и он говорит... Где те чудеса, о которых рассказывали нам отцы? Бог не может использовать того, кто не верит в чудеса. Гедеон был способен верить в чудеса. Почему? Ему было передано наследие. Бог не может использовать того, кто не имеет веры. У Гедеона была вера в чудеса. В этом его заключалась сила. То есть недостаточно говорить о вере. Конечно. Надо иметь веру. Потому что можно много говорить о вере. Вера в нашей жизни, вера в нашей жизни, она должна подтверждаться проявленным Божьим присутствием. Я сегодня говорю, послушайте, мы должны понимать, потому что многие говорят, Господь со мной. Я говорю, стоп, стоп, это не работает. Нужно, чтобы Господь сказал, я с ним. Дело в том, что на начальном этапе оно может сработать чуть-чуть. Когда я могу претендовать на что-то или на кого-то, говоря, что Господь со мной, чуть-чуть, на этом мы чуть-чуть проедем, но недолго. Помнишь, как говорит вдова, вот теперь, то я вижу, что ты человек Божий и что слово его в устах твоих истина, когда было проявление чудеса Господа. Потому что я настолько, вот это настолько, Алексей Павлович, настолько это сильная мысль, что можно претендовать на что-то и не быть таковым. Не быть таковым. На этом чуть-чуть можно проехаться. Кричать, что сила Духа Святого на мне и помазание, и манипулировать этим словом помазание, но на этом чуть-чуть, на маргарине можно чуть-чуть проехать. Но мы-то знаем вкус масла. Мы-то знаем вкус натурального, а не штучного. И поэтому час пролетел, беседа была интересная, и в следующий ваш приезд вы уже приглашены. Спасибо. Сейчас, я попрошу, у нас осталось две минуты в рамках и во свете. Мы совершим молитву. Я попрошу вас совершить молитву, потому что кто-то из наших зрителей, особенно множество родителей, во свете нашей беседы, в прожекторе этой темы, они говорят, мы не дотягиваем до такого стандарта. Но все-таки, как мы говорили, у Господа есть второй шанс. Поэтому просто благословите, помолитесь. Кто-то плачет, кто-то стонет, кому-то не спится ночами, кто-то видит блудных сыновей или дочерей своих. Бог благословит. Друзья, не отчаивайтесь, Бог на вашей стороне. И я молюсь прямо сейчас, Господь, прикосни своей силой, могухи своими, своей славой. Да, Господь. Наполни, Господь, и преобразуй каждого, чтобы измени это внутреннее состояние. Дай мудрости и дай откровений, как двигаться. Призови, Господь, обрати сыновей и дочерей, пускай север и юг, восток и запад отдаст их. И да будут они возвращены в дом отца, да будут возвращены в церковь, Господь. Да будут иметь глубокие отношения со своими родителями. Садила это чудо, как ты сказал, что ты обратишь сердца родителей к детям во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Алексей Павлович, спасибо огромное. Поэтому, пусть Бог благословит ваше служение, в вашу семью, в церковь, в которую Бог поставил вас нести его святое слово. Поэтому мы будем искать наших отношений в дальнейшем. А вы, друзья, оставайтесь с нами на «Импакте». Смотрите за программой передач. Молимся и беседуем о том, чтобы программы с участием пастора Алексея Павловича, они были частью эфирного времени на канале «Импакт». Еще раз, помните, Иисус Христос любит вас, мы так же любим вас. Будьте благословены и оставайтесь с нами на «Импакте». Всего хорошего. Еще раз спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова